Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр. И я очень рад, что сейчас у нас в сети магазинов FirstBuggy появился снова бренд MaxiCosi. И раньше тоже они были, потом на какое-то время пропали из виду эти коляски от этого бренда. И сейчас вот они появились с новыми моделями, причем очень удачными. И об одной из таких колясочек хочу с вами сегодня поговорить. Называется она Leona 2. Это компактная коляска с реверсивным блоком. Вот самое важное, реверсивный блок и компактная коляска. Это на самом деле дефицитная вообще вариация коляски сейчас на рынке, потому что если компактная, редко бывает что-то с реверсом. Буквально 2-3 колясочки из толковых на рынке. И вот, пожалуйста, MaxiCosi нам дает хороший-хороший вариант. Напомню, MaxiCosi это Нидерланды. Перед обзором базовой технической характеристики гарантию производитель дает 1 год. Вес сиденья 9,4 килограмма. Это вот именно с прогулочным блоком. Ее можно еще... В комплект входят адаптеры, чтобы вставить на нее люльку. Привычную люльку, как мы все привыкли. Ну вот так она весит 9,4. У нее очень хороший показатель 110-170 градусов. Угол регулировки, углы регулировок наклона в этом сиденье в прогулочном блоке. Поэтому показатель очень достойный. И она реверсивная, поэтому можно с 3 месяцев использовать эту колясочку. До 4-5 лет 22 килограмма выдерживает ребенка. Сама вся конструкция и ширина колесной базы всей. В данном случае спереди колеса чуть шире. 47 сантиметров. Да, это очень хороший показатель. Так, что у нас в комплекте? Ну вот, по сути, только адаптеры, чтобы Ория люльку можно было установить. Она так называется у них. Друзья, пойдем сверху вниз изучать. Начнем с ручки, потом на прогулочный блок переключимся. Смотрите, здесь какая вот такая очень объемная, большая ручка, широкая. Бывает, что сужаются ручки и получается, что держишь вот так близко. Это неудобно. Здесь вообще нет таких проблем. Ручка классная, широкая. Вот, поэтому с этим все хорошо. Обито эко-кожей. Достаточно такой приятной на ощупь эко-кожей. Строчечка ровная. Ну, все по-взрослому, как иначе, максикози. Она никак не регулируется. Ни по какому наклону. Ничего с ней нельзя сделать. Только для складывания. Можно вот кнопочку нажимать и все. Вот, собственно, что касается ручки. Точную информацию, кстати. Высота ручки от пола и детальные технические характеристики по ссылке внизу в описании. Пройдите, посмотрите. И сразу же, друзья, хочу напомнить. Сейчас YouTube начинает задушить в России. В описании подпишитесь на Telegram, на VK-видео. Дзен, ну, дзен постольку, поскольку я, может быть, буду выкладывать. Но это не основная площадка, где я хочу быть. Вот. Ну, и на YouTube, соответственно, я тоже буду продолжать публиковать, несмотря ни на что. Потому что это самая продуманная нормальная площадка. Когда-нибудь все же успокоится. Ну, а пока что Telegram, VK-видео. Там стабильно будет все то же самое выходить, друзья. Так, ну, продолжим. Что касается, друзья, ткани. Ткань у максикози вот из года в год, из поколения в поколение. Не используешь что-то вот подобное. Ткань плотная такая, антивандальная, приятная тактильная. Это не, нет такого, знаете, налета какой-то очень дорогущей ткани. Знаете, вот как бывает в премиум-премиум сегменте. Здесь такого нет. Хорошая, приятная ткань. Регулируется у нас по высоте козырек. Ничего себе, да. Вот. И, собственно, под любой рост ребенка можно это все отрегулировать. Вот толкаем вниз, поднимаем вверх. Собственно, очень удобно. Что касается самого козырька, вот эта секция, друзья, я уже ее открыл. Это секция, которую можно закрыть на замочек и, собственно, не пользоваться, если это вам не надо. Также у нас есть вот здесь вот сетка с москиткой, которая прикрыта накидочкой, крепящаяся сюда на магнитиках. Очень удобно. Смотрите, фишечка Максикози мне всегда нравилась. Это они используют и в автокреслах своих. У вас ремешок сразу всегда поднять, чтобы вам удобно было сюда сажать ребеночка. Это вот фишечка прям очень крутая. Магнитный замочек. Все здорово. Также у нас, естественно, бампер такой же. Материал оббит на бампере, как и на ручке. Кожа в сторонку откидывается, как клеточка все стороны убирается. Бампер то, что надо. Ну, классика, друзья. Подножка. Как она тут была? А, вот. И ступенька. Все классически, понятно и стандартно. Так, что касается регулировки. Вот так вот мы наклоняем. Вот так. И давайте посмотрим на козырек коляски. в полностью разложенном горизонтальном виде. Потому что всегда всем это будет интересно. Вот так мы получаем. Достаточно хорошо закрывает. Получается, вот, вы видите, вполне накидку на ножки одели. И ребенок, как в танке, нормально себя чувствует. Так, давайте сейчас я поставлю ее против хода. И посмотрим, как это выглядит все в таком виде. Когда будете использовать, например, с трехмесячным ребенком, обязательно разверните ее к вам лицом, чтобы вы видели ребенка. Но важнее, чтобы ребенок видел. У вас врачи, психологи, они рекомендуют, чтобы ребенок родить мир, познавал через родителей хотя бы там до шести, грубо говоря, семи месяцев. Поэтому имейте в виду. Все, развернули. И айда гулять. Очень даже прикольно. Так, давайте посмотрим с вами на основание. Что у нас здесь? Что мне нравится? Увеличенный диаметр колес, он дает нам спокойную, уверенную прогулочку на неровных поверхностях. И колеса мягенькие, с хорошей амортизацией. С передней колеса, соответственно, тоже. И плюс еще на передних колесах у нас есть возможность блокировки колес, для того, чтобы проезжать какие-то неровности. Что касается бампера, ой, бампера говорю. Багажника, багажник, важная вещь коляски. И я всегда настоятельно рекомендую, вот если мы ищем практичную коляску, чтобы люди смотрели с большим багажником. Пока ребенок новорожденный, он особо сильно не нужен. Но как только он подрастает, начинают вступать в игру мячики, ведерки, лопатки и тому подобное, как минимум это все будет в багажнике. Плюс вы что-то купили, чтобы в руках не тащить, пакеты там на ручку не вешать. Все сюда закидали и все. Это удобно для жизни, в конце концов. Вот, поэтому багажник тут прям отличный. И тормоз тут очень хороший. Нажали сверху, заблокировали и нажали сверху, разблокировали. Самая практичная система тормоза. Мы не портим никаким образом обувь. А сейчас давайте поэкспериментируем. Попробуем сложить эту колясочку и против хода, и по ходу. И посмотрим, как это все выглядит. Чтобы ее сложить, соответственно, друзья, нам нужно это вперед, в данном случае назад опрокинуть. Нажимаем кнопочку на ручке, маленькую снизу и большую спереди. И вот так вот это у нас все складывается. Здесь у нас есть сразу ножки. И все это дело нормально стоит. А, сори. Обязательно козырек уменьшаем, чтобы он не пачкался. Я тут смотрю, я его выдвинул, и он упирается. Вполне себе. Также есть у нас ремешок. Его можно вытянуть по длине и на плечо одеть. Или же можно вот за ручку спокойно переносить. Чтобы разложить все в обратном порядке, и теперь попробуем сейчас ее развернуть по ходу. И посмотрим, как она складывается в таком режиме. Так, опускаем. Ну, собственно, зеркальная ситуация. Вполне себе. Вот, собственно, друзья, вот такая история. Как по мне, то, что она складывается в обе стороны, это очень-очень здорово. И напомню, можно купить отдельно люльку. Обычную, привычную для нас люлечку, чтобы новороженного ребеночка катать. И при этом у вас какой-то такой ультракомпакт. Поэтому такое предложение на рынке. Очень интересное. Когда вы хотите с маленьким, как можно раньше, начать путешествовать. И не брать с собой вот этих больших крокодилов. Мы их называем стационарные коляски. Вот, собственно, и все, друзья. Напоминаю, ссылки все в описании есть. Вопросы есть. Задавайте, не стесняйтесь. Подписывайтесь на другие соцсети, телеграммы, в ВК. И там все это вы сможете продолжать смотреть, если вдруг что-то у нас совсем уж забанит наш прекрасный YouTube. Ну, а, собственно, вам хорошего выбора. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok